Очень часто у нас, когда проводятся такие молодежные встречи, я слышу одни и те же повторяющиеся вопросы от молодежи. Это вопросы уныния, выгорания. И недавно я читал «Мудрые мысли на каждый день» цитата Марка Эфескова, который сказал, что все наши проблемы находятся в наших мыслях. И вот я так задумался, думаю, действительно ли вот эта цитата, она такая всеобъемлющая, и не нужно ли ей чем-то добавить или поразмышлять над этим? И действительно, всё ли так просто в нашей жизни? Видите, вопрос о мыслях. Да, вопрос о мыслях. Один из святых сказал так. Мысли могут сделать нас лучшими, но могут сделать, и употребённое такое слово, непотребными, то есть негодными. Да, мысли, конечно, могут быть очень различные. И, в общем-то, в какой-то степени, если кто имеет ещё какую силу в себе, силу, потому что иначе не имеет никакой силы, мысль приходит, хватает его за нос и водит куда хочет. Захочет – какой-нибудь грязь уткнёт этим носом. Захочет – в мир мыльных пузырей погрузит его, да куда угодно. Представляете? И человек, как раб, мысль его схватила, поймала, как рыбку, на крючок, и водит, и водит. И когда очнулся, я однажды, помню, был такой случай, был разговор с одной дамой, говорим, что, ну, всё-таки с мечтами надо быть осторожными. Что вы говорите? Я не могу не мечтать! Это же так, что я мечтаю только о прекрасном, и всё! Ну, дискутировать по этому поводу было, конечно, невозможно. Мысли выражают... Наши мысли выражают состояние нашей души, которое мы часто не видим. Не видим по какой причине? По очень простой. Я, например, на весь мир всё время хвастаюсь, но чувствую, что пока не всех убедил, что я лучший в мире. Но пока ещё не все согласны почему-то. Ну, никак уж, не знаю. Я говорю, что меня только нужно живьём канонизировать. Ну, насколько я хорош. Но только! Не вздумайте тронуть меня! То тогда вы вдруг отскочите. Ужас какой! Боже мой! Каждый человек, вы знаете, подобен... После дождя лужица. Всё успокоилось. Идиоти! Светлая, кристальная, чистая водичка. Ну, просто можно прям взять и пить. Но возьмите палочку и пошевелите по дну. Ужас! Какая муть-то, Боже мой! Какая муть! В этой лужице, оказывается, какой там пить! Там руки помыть невозможно даже от этой грязи. В нас, в человеке, то же самое! То же самое! То мы, кажется, хорошая светлая водичка, стоит затронуть нас, и столько мути, Боже ты мой! Мысли мысли они очень хорошо выражают, выражают, что в нас есть. И гадкие стороны, и светлые стороны. Но статистика говорит об интересных вещах. Интересных, я бы сказал, прям даже не по себе немножко. что, оказывается, подавляющее большинство людей мыслят о вещах совсем непрекрасных, совсем несчастливых, не об этом, а о каких-то вещах, которые приносят страдания, каких-то бедах, каких-то переживаниях, каких-то неприятностях, о нехороших мыслях по отношению к другим людям, к другим людям, неприязни всякие, или тщеславие какое-то, или гордыня. А чтобы думать о том, знаете, о чём-то светлом, прекрасном, чистом, говорят, это уже очень редко встречается. Что происходит? Видимо, такая общая атмосфера, что ли? Редко. Думает, самое большее, о чём вот об этом, вот прагматических вещах под этим много благоустройства. И тут сразу сколько, сколько раз стоит. Хочется и то, и другое, и третье, ой, чего только не хочется! И весь мир не может меня удовлетворить, что мне хочется! А ничего нет! Хочется много, а нет даже у мало, даже малого. Ой, опять, опять страдания! Так что, верно, мысль – это своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает мне на то, что во мне есть. Да, может быть, и бывает, и светленькая водичка, но мути сколько! Ой, ужас! У Достоевского, знаете, в его романе «Униженные и оскорблённые» один персонаж, по-моему, генерал, говорит, ой, если бы только открылось в человеке то, что он никогда не расскажет всем! Не расскажет! Если бы открылось не только, что всем не расскажет, а никогда не расскажет даже своим друзьям! Не расскажет даже своим самым близким людям! Даже себе! О, если бы только это открылось! Пишет он, Фёдор Михайлов Достоевский, то в мире бы такое стало, что только задохнуться можно было бы! Здорово написал! Но я этого не хочу видеть! Во мне это всё есть! Но я не хочу это видеть! Я хороший, и всё! Вот так! И никому не скажу! Что у меня есть! Видите, для чего я хороший? Никому не скажу! Христианство призывает к чему? Скажи себе самому! Скажи! Посмотри на себя честно в зеркало! зеркало совести! Зеркало совести! Посмотри! Осознай это! Увидь себя! Если у тебя есть хоть капля христианской веры, покайся! Во-первых, перед Богом покайся! Во-вторых, перед священником покайся! Сними с ним! Сними с себя этот груз, эту гирю! Не держи в себе этот нарыв под кожей! Убери его! Вот к чему призывает христианство! А мы, как правило, что только оправдываемся, только оправдываемся, и не хотим думать даже о том, когда сделал что-то плохое, худое, вместо того, чтобы сбросить это с души, очистить эту грязь души, держим в себе эту пакость. Зачем? Христианцы предлагают уникальные средства, которого, кстати, не знает фактически ни одна религия – покаяние. Иоанн Кронштадтский, наш изумительный праведник начала XX века, он открыто прям писал, прям открыто писал – вот опять я на эту кухарку разгневался, я обругал её, и всё, что она пережарила там что-то, или не дожарила, не досолила, то вспомнил, что я делаю. И обратился я к Богу моему – прости меня, Господи, да что же это я делаю? – и пишет, что. И Бог тут же ответил мне – вновь я ощутил пространство в своей душе. Господь тут же готов простить, снять эту грязь. Найдите-ка такую религию! О! Снять это! Снять это расстройство, этот гнев, эта частая несправедливость, неправду, которую мы творим. Есть эта возможность! Эта возможность называется покаянием. Перед Богом! Перед Богом! А в самом чём-то такое уже важном можно и перед священником. Ну, перед Богом надо! Вот соврал – да что же, Господи, прости меня, ну, что же такое? Ну, зачем наврал-то? Ну, похвастался? Хорош! Пуп земли! Правда же? Вот в чём призывает христианство. Человек, не мучь себя! Не мучай! Зачем ты себя мучаешь? Этой всякой гадостью держишь её у себя! Не мучай себя! Кстати, вы знаете, что такое грех? С христианской точки зрения. Грех – это та рана, которую человек сам себе наносит. Заповеди? Вы что, думаете, это закон от Бога, да? За который он наказывает, что ли? Вы ошибаетесь! Не на йоту даже этого нет! Заповедь вовсе не закон от Бога, который если ты нарушишь, то тебе тут же ата-та! Вовсе нет! Заповеди – это предупреждение! Не ходи там, где ядовитые змеи! Не ходи по битому стеклу босиком! Заповеди – это предупреждение и только! А наказание? Наказание? Угу, хорошо! Тебе сказали, тут собаки злые – не ходи! А ты пошёл! Ну вот, теперь искусанный и бежишь! Кто наказал тебя? Бог наказал, да? Тебе родители сказали – не ходи туда! Вот и пришёл! Порванный! Не только одежда, а ещё и ножки-ручки! Слышите? Заповед – только предупреждение! Потому что, с христианской точки зрения, каждый человек совершенно свободен внутри себя в выборе поступков своих, как поступить, в выборе между добром и злом, между совестью и бессовестностью. Свободен абсолютно! Но Бог предупреждает! Предупреждает! Не делай так! Ты пострадаешь! Вот и всё! Кстати, в других религиях ничего подобного! Там Бог наказывает! Не выполнишь – тебе Бог накажет! И, к сожалению, наше народное вот сознание, которое, ещё раз говорю, тысячу раз, к сожалению, не понимает простой вещи! Как язычники – Бог тебя накажет! Ну, не я же тебя накажу, правда? Что у меня цирроз печени, я пил, 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 и цирроз печени, наконец, появился! Ну, не я же тебя наказал, правда? Бог! За что ты меня цирроз печени мне послал, Господи? Такому хорошему человеку, правда же? Бог, не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем, не слушая тех предупреждений, которые называются заповедями, заповедями Божьими! Кстати, не смешивайте совсем другое! Слышите, это просто, не знаю, может, для студентов бы это больше, но думаю, что для вас это будет студентом, я говорю, богословских студентов, да! Тоже интересно! Разницу между заповедями, Божьими заповедями и церковными правилами – это совсем разные вещи! Заповеди все указывают на то, что в тебе нарушение чего пронесёт тебе вред! Ты ранишь себя! Церковные правила указывают на то, как лучше поступить и вести себя, чтобы меньше согрешить! Чтобы меньше согрешить! А может быть, не согрешить даже вообще! Вот церковные правила говорят, например, собирается человек, ну, к Исподи, причащению, говорит, хотя накануне, хотя один день, не ешь ты, не объедайся ты, не попастись, не смотри ты эти гадости в телевизоре, в интернете! Хоть здесь-то ты себя хоть не наказывай, хоть немножко воздержись из благоговения к таинству, ты увидишь какое-то благо! Чем с большим благовением ты подойдёшь к причащению, тем больше ты получишь пользы от себя! То есть, видите, правила просто, они указывают, как лучше себя вести для того, чтобы, во-первых, меньше согрешить или не согрешить, во-вторых, получить большую пользу от той правильной жизни, которую призывает Бог! Вот так! Ну, ладно, это вот о мыслях! Видите, как долго! Ой, Боже, как я долго говорю! Уж вы извините меня, да! Вообще, я вот тысячу раз на лекциях повторяю! Никогда не давайте свободу слова профессорам! Не остановишь потом! Как из пулемёта начнут, это сущая беда! Беда! Поэтому я терпеть не могу всех профессоров, кроме себя, конечно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!